Приветствую вас. Глобально проблема заключается в том же, что когда-то подвигло вас на прием психотеллических препаратов. То есть вот именно то, что подвигло вас на это, преследует вас и сейчас. Страх смерти, страх за свое здоровье, все это за всем этим стоит, как правило. Болезненная потребность во внимании. Именно болезненная потребность, что важно понимать, потому что это не удовлетворенность, а которая стала возможной благодаря вашей модели поведения. Специфичная модель поведения. Направленная на игнорирование этой потребности, направленная на игнорирование ваших чувств, своих желаний, своих эмоций, своих переживаний и так далее. Вот. Вы от чего-то хотели избежать в мир психотеллических, в мир психотелликов. Вот. Вы от чего-то хотели избежать и, соответственно, это что-то вас до сих пор умудит и беспокоит. Вот. Глобально это, как я и сказал, под сферой жизненного смысла. Вот. И, соответственно, отсутствие вашей жизни того, что реально дает вам обратную, то реально дает вам реально дает вам яркую обратную эмоциональную связь. То есть ссылка для вас действительно важным. Ну. Просто опять-же потому что, если бы вы были увлечены, увлечены каким-нибудь делом, то я сильно сомневаюсь, Я очень сильно сомневаюсь, что будь вы увлечены делом, как каким-нибудь вы стали бы употреблять препараты. То есть я так не думаю, я думаю, что не стали бы. А раз стали, значит увлеченности не было, серьезней. Вот, да, возможно у вас была активная жизнь, да, возможно вы очень много всего делали, у вас были друзья и все, но вот очевидно, что чего-то не хватало. Раз вы все-таки пришли в стихотелек, ну там еще бы их употребить. И, соответственно, я сейчас активно задаюсь во внимание. То есть вот с поиском личностного смысла и с потребностью во внимании вам нужно работать. Это основное. Это основные вещи, которые я вижу в вашем описании. Ну вот. Значит, что же касается, так сказать, косвенных моментов в виде, к примеру, тревоги, которые вы испытываете, то это опять же опрыв от своих эмоций, опрыв от своих чувств, вот. И, соответственно, проблема с личными границами, потому что вы пытаетесь себя защитить. Смотрите, вы пишите, просто получать удовольствие от жизни я не могу. Ну, а что такое удовольствие от жизни? Эм, значит, Георгий. Что такое удовольствие? Удовольствие от жизни? Удовольствие от жизни — это реализация, это представление, собственно, в жизнь. в жизни того, что вы считаете для себя важным. Нельзя просто получать удовольствие от жизни, вот просто цель удовольствия от жизни. Это придет вас никуда, абсолютно никуда. Поэтому у вас вот и проблема такая. Далее, вы говорите, как вернуться к нормальной жизни? Что такое нормальная жизнь? Я тоже хотел бы этот момент как-то раскрыть. Что есть нормальная жизнь для вас? Или по вашей версии, например, что такое нормальная жизнь? Что это, что оно, что вот это понятие из себя представляет для вас? Давайте разберем, это важно, это тоже очень важно. Ну, мне кажется, по крайней мере, что со всем этим поработав, вы увидите, что стоит за, например, страхом смерти и прочее, прочее, прочее. Ну, вот. Такая вот история. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что человек не просто так боится смерти, он думает о том, что для него непостижимо, в принципе. То есть, вот, ну, ни один человек, да, не способен понять, что такое смерть, и вы вот внезапно, да, вы о ней начинаете думать, к примеру. Хотя, ну, вряд ли можно думать о том, что нельзя понять, нельзя постичь, но вы об этом думаете. И вот, это говорит о чем? О том, что, собственно, ничего интересного вы не нашли. То есть, ничего интересного, о чем, чтобы вас волновало, да, нет больше. И вы, да, вероятно, хотите вот как-то освободиться от вот такого, такого давления, может быть, на вас. И я вас понимаю здесь, я очень хорошо вас понимаю, но другой вопрос, что с этим нужно работать. То есть, это не та история, которая, вот, просто, сказал, да, что-то и все, и вы сразу сразу что-то, 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 ну, что-то для себя поймете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи вам. Спасибо.